Девушки отдыхают А жених у нас Алексей, давайте знакомиться Добрый день, а это разве не поле чудес? Со мной мои друзья Денис и Марина Алексей, 29 лет После развода начал встречаться с подругой детства Но так и не решился на ней жениться Алексей коммерческий директор в страховом агентстве Предпочитает отдыхать в Европе и в Америке Перенной москвич Гордится тонким слухом и хорошим воспитанием Мечтает о серьезной материальной базе И квартирах в разных концах света Алексею не нравятся провинциалки сговором И плохими манерами Хочет, чтобы в семье все считались его мнением И безоговорочно принимали все его решения Женится на той, кого не волнует стереотипы глянца Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, это вам Спасибо Как приятно Мой дорогой, ну как это приятно Спасибо Посмотри, всем разные Это дала Да Подготовился, видишь, цветочки принес Очень здорово Василисочка, что ты скажешь о нашем женихе? Мне нравится Алексей И мне нравится, что к отношениям вы способны отнестись, простите за тавтологию, серьезно Девушку ждете столь же серьезно И я абсолютно уверена, что Алексей к браку уже готов Но есть одно но Бескомпромиссный А с учетом того, что Марс управляет асцендентом, стоит водолеем Человеку хочется воевать, но воевать с окружающими на интеллектуальном плане всегда Такой же, как и ты Ты же любишь поболтать Ну в обычной жизни это выражается в спорах В желании доказывать свое мнение любой ценой В общем, такой неукротимый собеседник, я бы сказала Нужна женщина очень серьезная и очень выдержанная Чтобы этот поток словословий или этот поток конфликтов и споров пережить и перенести Но мне кажется, что девушки старше 25-ти уже должны уметь адаптироваться к такому типу мужчин Поэтому уверена, что Алексей все в порядке Алексей, девушки спорщиков не любят точно Их и друзья не любят, и девушки тем более Поэтому прислушайтесь и поверьте, Василисе Улыбаешься Ну конечно, жених не бедный, что радует Всех Москвич, что тоже радует Не всех Правда, живете с родителями Вот это меня, конечно, немножечко смущает Все-таки уже третий десяток скоро разменяете Более того, хочет москвичку Мне не нравится то, что он москвичку обречит Но чтобы она была все-таки послушна, как провинциальная девушка Вот, ну уж не знаю, как найти такую москвичку, которая бы его, собственно говоря, могла привлечь А мы сейчас разберемся, послушная или воспитанная? Девушка должна быть, конечно, в первую очередь воспитанная Но послушание, как такового самого мне не нужно Мне нужно Сговорчивое, наверное Не то, что сговорчивое, а адекватное восприятие мира и вещей А воспитанное, это чтобы она Гегеля читала? Нет, это не принципиально вообще Это образованное? Абсолютно, да Это воспитанное, да, это в первую очередь Манера подавательства Манера, да, поведения вообще Общения с вашими близкими, родителями, друзьями Я вас понимаю, но я вас хочу разуверить Не всегда москвички, это то, что вы перечислили, а провинциалки антипод Поэтому давайте сейчас просто разберемся в вашей какой-то проблеме Я думаю, вы на девушек будете смотреть другими глазами Вы уже успели побывать в браке Да Вот рассказывайте Во сколько лет женились? Женился в 23 года Вот На москвичке Соответственно Девушка была моложе меня Ей было на тот момент уже 21 год Да На москвичке Значит, на серьезное все У вас родился сын? У нас родился сын, да Ну, были молодые, неопытные, горячие оба Где жили? Жили сначала с моими родителями Затем я начал снимать уже жилье нам отдельное Мы тоже, мы с моими родителями тоже жили То есть он знает, как жить с родителями в семье Чья была инициатива развода? Ну, инициатива к нам пришла вместе Мы прожили недолго абсолютно вместе То есть это практически примерно где-то год Вот После чего просто уже стали такие отношения очень напряженные В такой возрасте вообще чаще всего к разводу приводят Ну да Мало кто больше Ну напряженно, потому что ребенку было 8 месяцев Когда вы решили, что вам отдельно, по отдельности будет жить комфортнее Ну да Или все-таки вы сначала встретили свою школьную любовь? Вот что сначала пришло в голову? Нет, это была абсолютно как раз таки не школьная любовь Уходили в никуда или к девушке? Нет, в никуда, абсолютно В никуда? Абсолютно никуда На тот момент я не общался Без слез, без истерик, без разбитой посуды? Нет, это уже было такое спокойное, взвешенное решение вполне, да Да, мой дорогой И вот вы встречаете девочку, с которой учились 40 лет назад в школе Да Вот, да, и там все у нас Вы не встретились с ней, вы ее нашли в сетях, в социальных Ну да, там социальные сети нам помогли в этом, да Вот Что вы там искали, что вы там забыли? Ну, наверное, в раннем возрасте это как-то все мимо меня прошло Вот, Леша, смотрите, что я хочу узнать Смотрите, у вас не было паузы между отношениями Я понимаю, человек, которому 40 лет, он понимает, что пора в реальности ему не познакомиться, не найти Поэтому помогают социальные сети А клин клином, как говорят У вас еще не было, вы не устали от одиночества Вот почему вдруг из отношений одних в другие? Нет, нет, произошло не сразу Нет, прошло гораздо больше, прошло несколько месяцев, это было месяца 2-3 Очень много У нас и не сложились сразу отношения с этой девочкой, мы начали встречаться Они начали сначала дружить, а потом переросло все в роман И начали просто проводить вместе время, вот, получать от этого А штамп у вас стоял еще? Штамп у меня стоял Посмотрите, практически на первом свидании она сказала, что не свободна, что вот уже как 5 лет она живет с молодым человеком Несмотря на то, что у них не узаконены отношения, но они вполне серьезные Вам это не помешало? Она стала у вас оставаться ночевать? Нет, нет, нет И стала жить на два фронта, и с вами, и со своим? Нет, немножко не такая ситуация была На тот момент они, да, уже были достаточно долго вместе И на тот момент уже, как мне было преподнесено тогда, что у них они уже живут как просто... А вы хотели, чтобы она, приходя в вашу квартиру, ложась в вашу кровать, сказала Ой, извини, я только что сейчас и от его запаха избавлюсь Как? Конечно, у всех одна история Я давно с ней не живу, она больна, психически, я не могу ее сейчас бросить, жалко Ну я не сплю с ней У мужчин, ну мы давно, лет уже 15, как не вместе А у женщин та же самая от маски Почему сразу было не собрать вещи и не перейти к вам? Ну, наверное, все-таки это было ее решение Алексей, а зачем такая ответственность? Извините, работает девушка на два фронта А он еще только... он женатый вообще, штамп-то стоит Мало ли что может быть Нет, я ведь к тому, что у них потом все это переросло уже в серьезные отношения Ну, привычка уже Его так устраивает, ему комфортно абсолютно, поэтому зачем ему разводиться? Он не хочет ничего меняться Да, конечно Она к вам переехала в результате, объяснившись со своим мужчиной Ну, в результате, да Вы нас настояли на этом? Ну, конечно, надо было делать уже какие-то определенные шаги к друг другу То есть, что-то решать, вообще, насколько это у нас серьезно И вот вы, я думаю, так не мямлили с ней, как сейчас здесь сидите, бу-бу-бу Давайте бабушка смотрит на нас Дали ей какую-то надежду на то, что у вас все серьезно И вот она от одного мужчины, который там пять лет, ни туда, ни сюда И вы ее как бы выдернули, и дальше вы ей ничего предложить не смогли Предложение не сделали, хотя прожили сколько с ней? Полтора года, два? Ну, где-то мы, да, так, года два, наверное Года два? И вот она год ждет от вас каких-то решений, каких-то поступков Второй год Что вам мешало ее повести под венец? Понимаешь, это временная история или что? Ну, скорее всего, что-то во мне мешало Леш, а штамп в паспорте стоял? Штамп в паспорте стоял, да Ну вот, что мешал, женатый человек Я думаю, что он просто сам запутался и в жизни, и в девушках, и в отношениях Поэтому он никак не может понять, что он хочет от жизни Я уже был фактически уже не женат Да, потому что та женщина, которая была с вами, она говорила Леш, давай уже что-то делать, мне неловко, я ушла, ты меня выдернул Мы с тобой давно, мы друга любим, возраст у меня уже поджимает Давай что-то предпринимать Что не давало развестись, Алексей? Вам самому? Свободу, это тогда нужно будет делать следующий шаг А зачем? Да на самом деле, никогда об этом не задумывался Как будто бы Штамп в паспорте мне никогда не мешал делать какие-то шаги абсолютно А вы ей как объясняли? Что сказали? Да я не объяснял, я просто на тот момент был не столь уверен Потому что отношения были сложные Мы расставались и заново объединялись И поэтому уверенности не было в первую очередь в ней А чего-то она так помучилась, помучилась Взяла ваши вещи в котомочку, завязала узелочек и в окно их выбросила Ну, типа того можно А они повесили на дереве Потом только стырил их Ну, не важно, но все-таки какой поступок А троги вещи-то были? Да нет А жили у вас? Жили у нее О, вы тоже хитрые А, тогда имела право Ну, конечно, поэтому не возбраняю Ну, ушли сразу после этого? Нет Момой купил? Нет, конечно Ну, так а дальше что было, Леш? Ну, что любовь Продолжалась? Конечно И чем она закончилась, и почему? Закончилась нашим расставанием, собственно, в апреле месяце Почему? Что стало последней каплей? Ну, опять же, замуж не звал В общем, добила девку И у нее жил И все, она молодые годы свои лучшие отдала Ничего Понятно И вы можете сказать, что сегодня у вас серьезные намерения Кстати, штамп-то аннулировали в паспорте Девчонки, аннулировал штамп, поэтому свободны И сегодня уже наученный Двумя серьезными, так сказать, длительными отношениями Будем искать женщину, которая должна В первую очередь, это я за вас озвучу Относиться к вашему сыну Сколько ему сейчас? Пять Как к родному, потому что вы близки? Да Да, она должна будет принять вас вместе с ребенком Точно, абсолютно Ну, это нормальная позиция Меня бы отторгнуло то, что если бы он не захотел общаться с сыном Однозначно Алексей, я вот хотела, знаете, о чем вас спросить? Вы говорите, помимо, ну, вашей недостатки Один из которых, в общем-то, такой недостаток Это лень И вы еще так в гневе Не очень Это вы как, за волосы таскаете? Или с палкой гоняете? Нет, никакого рукоприкладства абсолютно Словесно? Ну, не то, что словесно, как бы Ну, лучше не стоит Унизить можете? Нет, не люблю унизить Самое главное Можно обозвать сто миллионов раз Только не унижать А ленивый вы какой? Как водитель дивана? Можно и так, да То есть газеткой? Нет, ну, можно немножко и так, да, в принципе Мы два ленивца Я тоже ленивец Нет, ну, у меня бывают периоды, когда я достаточно Мне кажется, многие мужчины ленивые Если они не на работе, а дома, то их по где заставь что-то сделать? Имейте право Если будете зарабатывать, можете и полениться Ну что, желаете на что обратить внимание? Мне кажется, вам нужна женщина, которая должна жить под девизом Уж не знаю, москвичка она будет, хотелось бы, конечно Или девушка, хорошо воспитанная из провинции Она здесь что-то доказала Но она должна жить под девизом И вообще даже образ мысли у нее должен быть такой Что мужчина Это центр вселенной Его надо холить, лелеять, беречь И все ему, по сути, прощать Да, вот, вот мне такой мужчиной нужен Мужчина должен быть главным Обязательно, мужчина должен принимать решения самостоятельно, естественно Если все-таки девушка грезит о партнерских отношениях Это, скорее всего, не ваше Хотя, может быть, у нее будет масса достоинств То есть, вот, бог Нет, даже не так Царь, просто царь Я, в отличие от розы, ваше самомнение раздувать не буду Я считаю, что девушка вам нужна очень спокойная, выдержанная и серьезная Но та, которая сможет противостоять Вы в ближайшее время станете рабом любви Это, конечно, не значит, что вы будете унижаться перед женщиной Но следующая девушка, которая появится в жизни Она вами полностью завладеет Сердцем, головой, мыслями То есть, это очень серьезные переживания Я очень хочу верить, что вы поменяете отношения к женщинам И начнете больше им позволять И будете в свою жизнь допускать и их мнение Тоже, а не только видеть свое После рекламы невесты покажут На что они готовы ради свадебного марша Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в студии Алексей Идите, знакомьтесь с первой невестой Удачи! Здравствуйте, Алексей Добрый день Меня зовут Виктория Очень приятно с вами познакомиться Я считаю, что тут их в жизни встречаются не просто так Интересно, для чего же наша встреча Очень интересно Спасибо Молодец, она ребят тоже Здравствуйте, Виктория Кто пришел вас поддержать? Моя подруга Любовь Очень приятная любовь Давайте на вас посмотрим Виктория, 26 лет Менеджер интернет-проекта Москвичка в третьем поколении Зимой вяжет шарфы и свитера Гордится успехами сына Мечтает жить отдельно от родителей Виктория вышла замуж за одноклассника И сразу после колледжа родила ребенка Жили на обеспечении ее родителей А муж целыми днями играл в компьютерные игры Надеется, что Алексей более ответственный человек Василиса Удивительное сочетание резкости И одновременно домашности Вы хорошая хозяйка Я понимаю, что ваша хозяйство, ваша квартира Всегда будут в полном порядке Но при этом вы довольно боевая Спортивная, активная Это редко очень сочетается в одной женщине Но мне кажется, что Алексей этого и хотел примерно Тебе невеста нравится? Нравится Москвичка, вон, родители чуть ли в третьем поколении Да, родители 27 лет Вместе Со школьной скамьи Да, воспитали практически девчонку С принципом созидать что-то все для семьи С хорошими ценностями Готовят хорошо Всякие там кексики, мексики, все остальное Вот единственный ребеночек Ну вы вроде не против Наоборот, он хотел Виктория, что так хотелось в самостоятельной жизни Что прямо вот со школьной скамьи Или пример родителей вас так воодушевил? Да, скорее пример моих родителей Потому что я выросла в любви Я видела, как живут мои родители И мне хотелось встретить мужчину Один раз и на всю жизнь Но, к сожалению, так не получилось Послушайте, вы встретили мальчишку Которому было 16, а вам 18 на то время 17 Ребенок, ну ребенок А вы ему навязали свою волю Сначала давай жениться А потом давай ребенка Когда ты ребенок, ну кого ты можешь воспитать? Тебе самому гулять еще хочется? А когда мальчик влюблен Вы ему расскажете Да, ферму, я не знаю, строительную компанию Он лишь бы быть с вами Будет на все согласен И самостоятельно, естественно, вы зажить не смогли Вы сначала жили с вашими родителями То есть привели еще одного ребенка Да? Мои родители приняли Они нам всячески помогали И по сей день они со мной И помогают поддерживать Ну игрушку такую Ну, понятное дело Хочу мальчика вот того с голубыми глазами И потом родился еще один ребенок И родители стали многодетными Нет, родители молодцы, конечно В такой ситуации А его мама? Его мама нам не помогала С самого начала Потому что она была с самого начала против Она была, в принципе, против того Что я дала ее сыну любовь, заботу То, которое она не дала в свое время А почему вы считаете, что она в свое время не дала? Он жил в плохой семье Мама была пьяница и жестокосердная Я не скажу, что он жил в плохой семье Скажем так, что мама его воспитывала без папы Мама с папой развелась И не занималась А чем она занималась? Она занималась собой И своей личной жизнью Помимо моего бывшего мужа У нее еще двое дочек То есть у нее трое детей Младше Да И она не уделяла ему должного внимания Следуя вашей логике Его мама, которая за ним не следила Которая им не занималась Да она должна была быть счастлива Что ее мальчик ушел в семью Где о нем будут заботиться И ей легче Остались там две дочки Но она была почему-то против Почему? Как вы думаете? Ревность Потому что Получилось так, что Он стал меня слушать А не ее А у нее была политика Что все должны слушать ее Не важно, что она говорит Нет, потому что она мама Она имела право 16-летнему ребенку Подсказывать по жизни Как ему идти А вы решили А любимая девочка Любящих родителей Что вам нужна Живая теплая игрушка Вот в виде этого мальчика В вашем доме Это называется Женская собственность Там будет плохо Со мной будет хорошо И вот вы взяли Незрелого ребенка В свою семью Родили общего И что началось там? Первый год было все хорошо Он помогал Он участвовал Он учился? Он что ли Или работал? Мы учились параллельно Мы учились в институте Он пытался работать Дневной? Я училась в дневной И он пытался тоже учиться В дневной форме И он работал Надо отучиться Надо найти работу А после этого Уже строить Какие-то отношения Какую-то семью Его мама помогала Деньги? Его мама нет Помогал его папа И помогали мои родители То есть Можно сказать Весь быт И все что нужно Помогали мои родители Вот представляете? Да Мальчишка должен был Учиться в институте И жить своей пацанячьей жизнью Институт в свободное время С друзьями И у компьютера А тут вот у него Виктория 18 лет Это вообще Это очень рано И потом вас стало раздражать Что это он сидит у компьютера Вместо того Чтобы Клеить обои Сидеть с ребенком Покупать вам там колечки Да? Я скажу так Что я На тот момент Не входила в его ситуацию Вот вы правильно говорите И как вы ему объявили О том что все? Ну мы приняли обоюдное решение Разойтись Развестись Без скандалов Просто к этому пришли Когда сколько было ребенку? Ребенку было 3,5 года Мне конечно очень тяжело было Он ушел к своей маме домой Маменьки на сыночке Если честно Конечно Потому что чаще всего Они очень капризные Очень вредные Привела к себе домой Пожил Пожил Не понравилось Да Ушел домой К маме Кстати спросите у Алексея По поводу того Что вы хотите все и сразу Это что? Чтобы ему было понятно Что все и сразу Я уже готова К отношениям К серьезным Я уже созрела И мне очень хочется Подарить Свою любовь Всю себя Уже отдаться целиком Своему мужчине Хорошо Я знаю вам для сюрприза Нужно переодеться Да Мне нужно буквально Секунду А мы пока с Любочкой Поговорим с вашей подружкой Много времени проводит на работе подруга? Подруга да Достаточно много Много времени Она очень ответственный человек Довудет все до конца Но нам уже будет хватать? Думаю да Я знаю что у нее хобби Она вяжет превосходно Есть такое да То есть если что В кризис не дай бог Без куска хлеба не останется Не останется Есть какая рукодельная И муж будет красавец Весь модный Прекрасная невеста Готова И мы давайте посмотрим на сюрприз Опасно 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 Спасибо большое, Викочка, спасибо Спасибо Люба, проходите с твоей подругой в комнату Алексей, а вы к нам идёте? Ну как? Ой, как ты забылась Слушайте, какая приятная девчонка, правда? Да, очень Послушайте, 26 лет уже точно не повторит тех ошибок, которые раздражают в совместном быте, правда? Да, очень приятная девушка Спасибо Ну и что, ну влюбилась, а как у неё должно было формироваться сознание? Конечно, на счастье близких И они, наверное, так любили, что говорили Да ладно, Викость, приводи, обогреемся Разберёмся, что так и вышло В общем-то, вот такая у неё жизнь Хорошая Или у вас какое-то другое мнение о девочке? Ну, мне очень понравилась девочка Очень большой плюс, что она хорошо готовит Хозяйственная Да Хозяюшка Алексей А вяжет? Я думаю, вяжет тоже, домашняя, я думаю, Алексей И образованный, между прочим Это очень большой плюс Да, и на работе горит А вы что увидели? Очень смелая девушка И приятно, что она делает такие смелые решения, как бы не стесняется и показывает себя изнутри Я считаю, что... Станцевала, по-моему, очень прилично Явно смотрит нашу программу Конечно Потому что вот как покажет турецкий или это арабский танец, всё, жених обязательно выходит Обязательно Правильно, что танцевала, показала, что надо Это на мужчин действует Единственное, хотелось бы вот быть ей внимательна, потому что сын всё-таки в первом классе А я знаю, что такое первый класс Тут надо быть очень внимательной И вот насколько она способна на два фронта Моей энергии хватит на всех Здесь можно всё-таки быть очень внимательной Роза, ну не слава богу, смотри, и мама, и папа, и бабушка, и все согласны Поэтому я думаю, здесь помогут Я могу сказать, что вы как мужчина, ей подошли бы Она любит мужчин огненного типа И поэтому она правда за вас нацелена бороться Но в её лице вы можете получить, ну не то чтобы конкурента семейного такого А девушку, которая будет всё-таки отстаивать своё мнение Не во всём будет мужу потакать и слушаться Ну может быть это и неплохо Так это прекрасно Может быть неплохо, да Ну нет, я буду подстраиваться Я уже, да, я уже выросла, и я нахожу компромиссию Давай поженимся теперь вашим мобильным Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Через несколько минут вторая невеста начнёт бороться за симпатию жениха Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алексей Идите знакомьтесь со второй невестой Удачи! Привет, меня зовут Лиля Я добавлю красок в твою жизнь Привет, спасибо Спасибо, проходите Здравствуйте, Лилия, вы с кем? Две мои подруги Юлия и Лера Очень приятно Давайте узнаем вас лучше Давайте Лилия 26 лет Бухгалтер в букмекерской компании 6 лет назад переехала в Москву из Ульяновска Может танцевать в клубе ночи напролёт Принципиально не делает мужчинам подарки Мечтает выйти замуж и ни в чём не нуждаться Возлюбленная Лилия полностью устраивала её в постели Но когда утихли страсти, она поспешила с ним расстаться Надеется, что с Алексеем им скучно не будет Василиса, как тебе Лилия? Лилия человек с чувством собственного достоинства Люди с соединением Солнца и Юпитера Живут иногда просто только для одного того, чтобы это достоинство утверждать Иногда неразборчивы в мужчинах, к сожалению Влюбляетесь, не разбирая Стоит ли объект вашего внимания тех усилий, которые вы на него готовы потратить А готовы потратить много, потому что иногда и методов завоевания не разбираете Я не знаю, я наоборот, как бы противоположность Мне очень достаточно тяжело понравиться И влюбляю себя очень тяжело А всё для того, чтобы показать, что в целом я самая лучшая, достойная Ну я уверена, что найдётся мужчина, который оценит это Как тебе невесту? Ну как, чё сказать? Есть, конечно, и сахар Любит прямолинейность Более того, он отстаивает свою позицию Сразу внесла ясность, как говорится Это точно Ой, да Более того, конечно, слушаться она вас не будет Свою точку зрения отстаивать будет И порой, может быть, со сковородкой в руке Я нисколько не удивлюсь, если такое будет Но мне есть важное достоинство, которое нравится всем мужчиной И поверьте, её провинциальность просто будет пеленой закрыта Когда секс на люстре О, зажигает девчонка Мне сорока на хвосте принесла, что главное для вас с мужчиной это страсть И как только страсть проходит, автоматически проходит любовь, взаимопонимание и так далее Нет, это не так У меня не было мужа, я ни с кем не жила Я, в принципе, жила, ну вот, так скажем, одним днём Я думаю, чтобы быть хорошей женой, матерью, нужно очень сильно этого захотеть Захотеть, и вот как вы почувствуете готовность? Опережаете прям меня, Лилия Скажите, вот вы однажды просыпаетесь и понимаете, что вы готовы к замужеству Что это значит? Ну, не прямо-таки однажды я проснулась Вот я однажды проснулась и поняла, что я хочу ребёнка от этого мужчины А потом я поняла, для того, чтобы родить ребёнка от этого мужчины У меня должна быть как минимум квартира У меня должно быть что-то про запас Что в случае, если мужчина этот не захочет так же со мной, да, помогать вместе с ребёнком Я могу обойтись Понятно Она хочет сесть на шею, свесить ножки Да Усилия не прикладывать совершенно Нет, она не хочет ничего делать И папика она себе тоже уже не найдёт Посмотри, как она выглядит Я вас абсолютно в этом поддерживаю, но это ваша позиция, да, как личности? Да, нет, я поэтому... Чтобы вам помочь Я поняла, о чём вы меня спрашиваете Я не карьеристка Я никогда... Я, в принципе, я уверена, что к чему я не берусь, у меня получается Молодец Всё в руках горит, правильно? Потому что приехали в Москву, ни мама, ни папа не помогают Нужно самой выживать Умница Я как раз... В принципе, я живу, снимаю себе жильё, работаю Молодец Агрессивная настроена, мне кажется Очень агрессивная Вы меня не слышите Вы хотите выжить за счёт Алексея, который боится провинциалок Или у вас уже что-то подготовлено И вы можете сказать Лёш, не бойся Я хоть и не москвичка, но за 6 лет сколько я уже... И чему я научился у меня вот тот и тот Вот про это я спрашиваю Просто вот такие вещи, говорите, даже неприятно становится У меня есть цель встретить хорошего человека Да? Дальше А не просто выйти замуж Поверьте, просто выйти замуж, это не так трудно Трудно, Лилия, не говорите Сейчас трудно для умниц, для красавиц Вы говорите, что не трудно Вы готовы, например, Алексею сказать Лёш, мы с тобой молодые люди В принципе, ты можешь сегодня уйти от родителей И с завтрашнего дня мы начнем вместе работать с тобой на семью На то, чтобы создать эту семью Я тебе буду помогать Или вы хотите ручки так сложить А что, если я полюблю... Я не продаюсь А что, вы всё время в контрах Но не все отношения с конструктивой Можно я вам отвечу? Да Я не буду жить вот у него Я скажу, да, да Я хочу вместе что-то пытаться умниц Я буду поддерживать во всём Будет сами работать Конечно, конечно Я и сейчас работаю, я всегда работала Я и буду продолжать работать Правильно, потому что московскому мужчине очень важно сказать Не бойся Я со своей роднёй из кривого рога Не повис, но у тебя на ногах Гири Конечно Ой, да все так говорят Нет, мне оно не нравится Вот... Первое дело... Мне кажется, вы выбираете между первой и тобой Ну, я тоже так думаю Ну, вдруг с вашим парнем Когда страсть прошла, вы же расстались? Именно по этой причине? Или по какой другой? Ну, как бывает у людей, да, прошла любовь, завяли помидоры, грубо говоря А у него прошла или у вас? Это очень важно А... У меня А вот скажите, если мужчина будет вас любить, страстно или нежно Ну, вы будете понимать, что он к вам нечто испытывает Больше, чем просто дружественные чувства Вы готовы вступить в отношения с таким мужчиной? Ну, не то чтобы из жалости Но просто принять эту любовь Многие женщины так живут Ну, скорее нет, чем да Лилечка, а можете вот сформулировать понятие? Что такое любовь? Любовь? Ну, это когда, наверное, рядом Даже вот сидеть и молчать И комфортно очень находиться вместе Вот, хочется быть в любом А я вот ночью сама себе задала этот вопрос сегодня Вот это правда Вот я задаю этот вопрос ребятам, девчонкам Вот что такое любовь? Вот для меня любовь – это когда кто-то важнее, чем я сама То есть, если стоит приоритетность, да Что выбрать в определенной ситуации Но ты знаешь, что твоему близкому, любимому доставит это больше удовольствия Ну, чем-то жертвовать дашь каким-то вещами Вот мне кажется, вот в это и входит Ну, должно взаимопонимание быть, душевная связь Нужно чувствовать человека на каком-то более интуитивном уровне А вот мне скажите, вы в клуб ночной ходите как в фитнес-клуб А у вас там какой абонемент? Ежедневный или, может быть, на полгода? Нет, у меня нет абонемента Ну, понятно Да, конечно, я люблю просто потанцевать, подвинуться И сколько вы там можете зажигать часов? До утра? Ну, несколько, да, наверное, я могу танцевать Молодец Лилия – активный человек, ей нужно постоянно двигаться Молодец, ну а когда, если не до замужества? Да, совершенно верно Я знаю, что вам для сюрприза нужно переодеться Да? Проходите, переодевайтесь, а мы под ручками поболтаем пока Девчонки, вы давно вместе с Лилией? Да Ну, я год знакома, мы вместе с ней живем, поэтому я ее очень хорошо знаю Хороший характер у нее или тяжеловато бывает? Нет, хороший у нее характер, потому что она очень коммуникабельный человек Она открытая, позитивная, добрая Ну и прекрасно Да С ней очень легко Давайте посмотрим на сюрприз замечательный, что у нее такие подруги Леша Я долго думала над сюрпризом для тебя И так как я решила стать вот сама сюрпризом, подарком Моим подарком Да Я бы даже разворачивалась, стала позвонила в службу доставки, сказала, вы что мне доставили? Ты можешь снять с меня только обертку За 20 минут невозможно, конечно, увидеть друг друга, понять Вот, и если ты сделаешь правильный выбор, ты сможешь узнать меня получше Спасибо А сейчас тебе нужно раздеть меня АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты помочь, да, еще надо? Нет Нет, устраиваешься? Нет Она сама помогает Да, она любит командовать, я так поняла То есть, да, да Он говорит, я справлюсь Да Горбите уж, не мучайтесь Не мучайтесь Так, вот так вот АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, девчонки Идите в комнату, спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец Все супер, вообще Как вам невеста? Мне кажется, она слишком прямолинейна И мне кажется, что для Алексея должна быть более утонченная жена Она должна не говорить в лоб, а мягко подводить Это она про себя говорит, мне кажется Ну да, она, наверное, про себя говорит Она себя, наверное, видит Да Мне показалось, она очень такой властной И держит в своем кулаке все видно со стороны И думаю, для Алексея такая девушка будет сложноватая А если бы она, приехав из провинции, в Москву была другой Она бы здесь не выжила По-другому-то как? Ну так еще хитрость должна присутствовать, если приехала Где бы, где сказать, а где наоборот промолчать Тоже надо А там хитрости не учат, там некогда Там с утра корову подавил Потом курт пощипался Там некогда вот на эти все В ней не излишняя прямота В ней простота есть И простота в хорошем смысле слова, мне кажется, неиспорченность Она могла отмалчиваться Но, на мой взгляд, она достойно себя вела И свою достоинство, вот это свое соединение солнца с Юпитером поддержала Человек, который высокого о себе мнения С такой женщиной не во всех ситуациях легко Потому что она считает, что достойна лучшего Причем во всех смыслах слова Но, на мой взгляд, достойная девушка Я искренне надеюсь, что она вас вот этой своей Может быть, чуть большей простотой, чем хотелось бы не отметить Вы согласитесь со мной или нет? Миллионы людей приезжают в столицы Одни люди быстро адаптируются В хорошем смысле слова И становятся своими А другие не адаптируются никогда Мне кажется, Лиля из тех женщин, которые никогда не адаптируются Она такая, какая есть Я думаю, вам с ней будет не просто тяжело, а невыносимой Знаешь, людей иногда пугает, Лиля, вот это Скоро мы узнаем, кто из них занял место в сердце жениха Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» Я предлагаю вам, Алексея, встретиться с третьей девушкой Проходите Здравствуй, Алексей Надеюсь, я разведу твои интересы Надеюсь Спасибо Очень худенькая она Хочется накормить Да Мужчина, мужчина должен женщину хотеть съесть, а не накормить Здравствуйте, Любочка Как вы на Марину Александрову похожи, никто не говорил? Мне говорили, да Спасибо Нет, не за что Давайте на вас посмотрим Любовь, 30 лет Бренд-менеджер в крупной западной компании Москвичка в четвертом поколении Имеет два высших образования, учится в фотошколе Не любит сидеть в четырех стенах Мечтает о путешествиях с будущим мужем Любовь считала, что совместный отдых с гражданским мужем сблизит их А получилось все наоборот Надеется, что Алексею знакомы законы совместного проживания Что в Гороскопе? Гороскопе говорит, что в том, что касается любви Вы с Алексеем товарищи точно Потому что вы себе одинаково представляете чувства Как нечто стабильное, серьезное И к любви, к отношению, правда, относитесь серьезно То есть вы точно не девушка для того, чтобы поматросить и бросить Но единственное, что не станет ли чуточку скучновато Я боюсь, что вы в каких-то ситуациях бываете чуть сдержаны Спонтанные поступки себе можете позволять Но очень много страхов А квадрат солнца с Плутоном говорит, что еще и давление коллектива Для вас вещь неприемлема Только очень много людей со своим волей изъявлением Вас это может чуточку пугать Но мы сегодня не так уж будем давить, мне кажется Со мной сегодня все добрые Любаш, я знаю, что вам, как и Алексей, нравится путешествовать Я обожаю А гражданский муж, что, любил посидеть в четырех стенах? Ну, он не то, что любил посидеть в четырех стенах У него достаточно ограниченное понятие об отдыхе было Он любил заниматься охотой, рыбалкой, дачей Все, на этом круг закрывался Нифига себе на этом охота и рыбалка Это ж пока подготовишься А потом настоящие охотники, они же живут предвкушением вот этого счастья У них свой определенный какой-то слэн, течизик А я, а я А у вас два шкода с рыбалкой? А у вас два шкода с рыбалкой? А у вас два шкода дома в Москве, да? Когда он ездит там... Знали с кем совместно? Ой, да сначала не знала Самое лучшее дело найти мужчину вот с такими увлечениями Представляешь, сколько у тебя выходных, да? Нет, ну нет, прям не вижу Он даже на нее не смотрит А отдых не стоит, пока он там на рыбалке А я считаю, что можно все делать вместе У меня в семье так заведено И вот однажды вы сказали Милые, в нашей семье заведено, чтобы отдыхали вместе Поеду я с тобой на рыбалку И поехали И поехали мы Мне никто ничего не рассказал Я сама по глупости по своей не спросила А думали, фантазировали, как в две секунды Да, да, я думаю, мы вместе Он меня научит там закидывать пеники, сетки вытаскивать А свободное время вы с ним на пляже, золотой песок Да, ну днем-то я сколько знаю, у него не ловится С бокалом белого вина Оказалось, надо песочком тарелки чистить там, наверное, да? На самом деле мне очень понравилось Ну хорошо, вот вы приехали, там комары с ладони размером Комары были, я была вся искусная Почему-то из нашего палаточного лагеря была искусственная одна я А были там еще женщины, подружки? Там была, да, девушка была Ну вы хотя бы с ней общались, пока не сидели? С девушкой у нас достаточно напряженные с этой отношения были Это была его сестра А, ну вы, наверное, на шпильках приехали, там, понятно, с накрашенными ресницами, нет? Нет, да, я на самом деле есть, за мной водится такое, что я в магазин выхожу при полном параде Молодец, мне это нравится Скажите, а сестричка тоже была заядлая рыболов? Ну у них семья, да, у них это семья Вы представляете, у них свой определенный птичий язык рыболовецкий Они уже знают, когда молчать, чтобы не спугнуть Что там с лесочкой, поплавка с червями или на что-нибудь Я городская такая приехала, да Конечно, сестра не найдет с вами общий язык Если есть сестры, там, близкие друзья Нужно им показать себя Такую, какая ты есть Хорошая Добрая, ласковая И какие были претензии вашего молодого человека к вам? Что вы там делали не так? Ну, то я мало Занималась не по дому Да, как бы готовила Там, не знаю, убиралась Хотя я мыла посуду Вот именно песочком, да, это все отскребало То, что на костре готовилось Нет, ладно, к этому можно придраться А вот к тому, что вы его слишком громко звали на ужин Вот это я... Как, орали как? Спугнули рыбу, что ли? Вечер Ходят на рыбалку мужчины, да Ужин готов, все, приготовились Ну, они на другой берегу ее взяли Я же не знаю, где они Ну, я выходила и звала Котик! Котик, домой! Котик, кушать! Вот! Что вы хотите сказать? Это вас развело с ним? Нет Нет Я думала, что это все закончится, когда мы вернемся Но так произошло, что после нашего возвращения все стало намного хуже Человек перестал, как бы, обращать на меня полностью внимание А до того, вот, как вы съездили с ним на рыбалку, все было нормально и с комплиментами в том числе? У нас были идеальные отношения, мы с ним порядка, вот, где-то полтора года мы с ним не ругались Вообще у нас не возникало разногласий никаких Значит, сестра накрутила А что же это? И он вам предложил разъехаться или как? Нет, я ушла сама Я поняла, что мне не здесь, не место Мы около шести лет были вместе Нет, я имею в виду, вот, после этой рыбалки Как скоро? Много, много Долго, да? Я пыталась, да, я пыталась вытянуть наши отношения какой-то на новый уровень, да Люба, а вот когда так двое молодых людей живут вне брака, не рожают детей Вам это не было подозрительным, почему он замуж не зовет? Вас это не раздражало? Вы знаете, наверное, в тот период я уже не хотела за него замуж Вначале, да Потом Передержал И потом у меня прошел этот интерес, и я с каждым днем начала осознавать, что человек не мой А для меня штамп в паспорте не главный, мне главное, чтобы человек был по душе Вы смотрите, если вы будете говорить, что для вас штамп не главный, у вас его никогда не будет Правда Потому что мужчина должен знать, что да, эта женщина хочет выйти за меня замуж А я думаю, что мужчина, если он увидит достойную женщину, он сам ее туда отведет А ну, если она ему будет постоянно говорить, ну, знаешь, милая, штамп не главный А ради счастья я готов не ставить, ты же не хочешь А я же мне постоянно, я один раз сказала и все Я обозначила, как будто один раз и все Нет, это постоянно отконтролировать и держать под пристальным вниманием И более того, вот, кстати, вы хотите, чтобы ваших будущих детей воспитывали нянь Потому что вы хотите продолжать третье, получить третье образование А вот, кстати, Алексей хочет, чтобы это делали, я тоже с ним солидарна Родители Я бы своего ребенка с чужим человеком никогда в жизни бы не оставила Каким бы хорошим человек не был Нет, я считаю, что детей должны воспитывать мама с папой И помогать им должны дедушки с бабушками Вот Няня, это на тот случай, если какие-то не... Ну, не... Какие-то ситуации непредвиденные возникли Задам странный вопрос Зачем третье образование в 30 лет? Два предыдущих не дают возможности вести такую профессиональную деятельность, которая вас прокормит? Нет, для себя Просто так, как процесс? Да, для себя я люблю учиться, я люблю узнавать что-то много А вы не хотите вашу учебу уже как-то внедрить в действие, чтобы она приносила, наконец, свои плоды, это учеба? Я прекрасный бренд-менеджер, я работаю в крупной западной компании, я обеспечиваю себя полностью Ну, вы не реализованы, деточка моя, как жена, как мать Вот вы в этом не успешны Вот, чего мне сейчас не хватает для полного, да, скажем, набора, вот того, чтобы я реализовалась Это мужчины рядом, мужчины-партнера, мужа, любовника Молодец Того, кто будет меня поддерживать и кому я буду опорить Правильно Покажите сюрприз, молодец Еще такой сюрприз Да, Леш, давай с тобой представим, что мы отправились с тобой в путешествие на Гавайи Прекрасно Светит солнце, шумит море, мы с тобой безумно хотим заняться серфингом Для этого у нас есть все необходимое Прекрасно, значит, жизнь нерадостная, да? Мне, конечно, смазка, обороты Сказала девушка с серым платьем Но есть одна проблема Помимо нас, представь, что есть еще куча желающих Которые хотят на них покататься Да И мы должны максимально быстро одеть все необходимое Встать на доску и сказать, мы готовы То есть первыми занять доски Да Ну, давай попробуем, конечно, я только за Ну, давай тогда, на раз, два, три Раз, два, три Быстрее, 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 быстрее Все, все Все, я готов Давай вставай на доску Я готов Мы готовы Мы готовы Засюженный коктейльчик А это от директора бара Далай самый лучший пляжный костюм Ой, прекрасно Спасибо Вкусно вам? Очень Мне да Молодец Девочки, это замечательный сюрприз Поэтому вы можете пригласить свою подругу и сестру в комнату Спасибо вам большое Вообще Молодец Знаете, я вам что хочу сказать Я всегда гнала от себя это чувство Ну, вот я за давностью могу признаться Конечно, я завидовала девочкам, которые живут в семье Когда они учились в институте Моя прошла эти общаги, коммуналки И она типичный вот представитель, да Московской девочки, которая жила в семье Она знает, что она никогда не останется без котлетки с пюре Что у нее всегда будет теплая кровать Ну, согласна, да Вот если вас устроит любовь, которая на все согласна Легкая, не избитая жизнью Не из трепанной нервной системы То почему нет? Вот тут профессиональные личностные во мне сейчас борются Любочка, не обижайтесь Фасад менять надо Срочненько стилизовать его Вот тут может быть даже полезнее гламурный журнал посмотреть И кушать надо побольше Прямо, ну вот, ну жалко Аж худая прямо Не просто худая, а прямо вот вся вот прям Я бы ее сормила бы Да, я изящна и нечего мне завидовать Ну да, по поводу фигуры Могу сказать, рост котлетки у нее, похоже, не было Но кровать точно была в родительской семье Соглашусь с тобой, Ларис Сразу видно, когда ребенок из полной семьи Очень легко рассказывала о своей прошлой жизни Для меня это верный сигнал, что Думала над прошедшей ситуацией Работала над ней, проживала Я считаю, что очень неплохая не есть Денис и Марина, ну я думаю, что сегодня есть из чего выбрать Согласитесь Да Поэтому мы кого советуем? Я бы посоветовала выбрать Любовь Спасибо Она произвела очень приятное впечатление Вы еще скажете? Я не прошу, Мария Любовь Любовь, ну как, понравился тебе жених? Да, мне Леша понравился И я выйду за ним, если он за мной зайдет И мы с ним рубанем на говарь Если выбирать среди двух девушек Викторию и Любовь, конечно, я вам бы посоветовала Викторию Поверьте мне Меньше будет неожиданностей Ну как тебе понравился жених? Мне очень понравился Алексей Я очень хочу, чтобы он сюда зашел Я надеюсь, что он сюда зайдет Я рассчитываю на то, что он сюда зайдет Я с ним выйду Любовь еще пока к себе относится, как к маленькой лялечке Хотя старше Виктории на 4 года Поэтому пока не готова Я так думаю Я тоже за Викторию Потому что в самом начале я вам сказала Какая вам нужна жена Женщина, которая считает своего мужчину первичным во всем Мне кажется, что более близка к этому девизу Вообще к этому стилю отношений к мужчине Именно Виктория Спасибо А звезды? Кому совету? Астрологически Гороскоп показывает Что с точки зрения развития жизненных процессов Вам больше подойдет любовь Но я соглашусь с Ларисой Что это тот случай Когда любовь, мне кажется Ну не дозрела до своего собственного возраста Она отстает от него Поэтому лично, как человек, я за Викторию Поэтому выбирайте сами А мы вас поддержим на любом случае Проходите Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером По телефону 4-4 Анастасия, 29 лет Номер 1859 Инженер ищет уверенного в себе мужчину Способного нести ответственность За свои слова и поступки Дарья, 21 год Номер 1860 Студентка ищет высокого умного мужчину В начищенных ботинках К которому будет читать на ночь классику Мы не знаем, выйдет Алексей Один Алис избранница Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение Азиасия Добро пожаловать наше знакомство Маски ласты у нас есть Рванем на Гавайи Я только за У нас есть пара Алексей и Любовь Если вы хотите оказаться на месте нашей героев Заполняйте анкету на сайте Первого канала Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Пианино у вас есть, да? 150 опахал, ну типа вееров. Вы же очень любите, когда вас называют зайчик, мишуя. Обожаю. Если уж быть откровенным, особенно в постели, меня это заводит просто. Мне не хотелось бы, чтобы он был заткнутым за пояс. Все-таки он такой очень живчик, понимаете? 15 лет я любил снежную королеву, да, грубо говоря, а мне нужна девочка весна. Субтитры подогнал «Симон»